Есть некоторые факультеты, которые я не назову сейчас, но ближе к делу вы сами поймёте, что это за факультет. И этот факультет, многие люди удивляются, почему он такой важный, почему он такой интересный. И вот цель сейчас объяснить, почему он действительно такой интересный, действительно такой важный. Почему люди, которые там работают, вообще, ребята, я сейчас меньше всего говорил именно о России 2017 года, какого-то 20 сентября. Ничего подобного. Это было и 100 лет назад, и 1000 лет назад, и много-много-много-много ещё лет назад. И это не только у нас, это везде. Есть некоторые механизмы, есть некоторая закономерность природы, которая работает универсально и, наверное, будет работать всегда, потому что механизм никто не отменял. Моя цель – рассказать вам об этом самом механизме. Начну, повторяю, издалека. Три дамы едут или сидят, или что угодно делают, смотрят друг на дружку и смеются. Внезапно первая из них соображает. О, Боже, почему вторая не понимает, что третья смеётся над ней? И, ой, они смеются однодо мной. Повторяю, три человека смотрят друг на друга, и все трое смеются. Внезапно один из них думает, а почему это второй не понимает, что третий над ним смеётся? А они смеются однодо мной. Что-нибудь поняли? Да. Отлично. Отлично. Давайте. Что? Потому что если их три, один понимает, что второй смеётся, что третий смеётся над вторым, а второй смеётся над тем, что второй смеётся, ему это нравится, а второй смеётся над первым. Отлично. Теперь продолжение этой истории с другой стороны. читали книжку о Гарри Поттере. Есть замечательный заменовник, чудесный фильм. Сейчас даже продолжение снимают уже с другими актёрами. Замечательный есть писатель английская. Вот. Там есть, по-моему, в третьем томе эпизод, когда Гарри Поттер с товарищами возвращался в свою школу. Помните, там была такая история Малфой с несколькими своими одноклассниками, одели какие-то там чёрные накидки, прикинулись страшными, страшными дементрами, остановили поезд, выключили свет, влетели. Было дело? Да. Вот. Ребят, нет, наоборот. Там были настоящие дементрии в сказке. Там были настоящие дементрии в сказке. Да, да, да. Там ещё был такой профессор, который окажался в этом УП. Вспомнились? Вспомнились? Так вот, ребята, а почему я сказал Малфой? Давайте послушаем, что это были дементрии, которые надо просто уничтожать и всё. А это действительно, ну, пусть немножко притруктоватый, пусть немножко позловатый, но всё-таки реально-то одноклассник, Малфой. И пусть он вместо того, чтобы убивать всех подряд, как это делают дементрии, пусть он взял и сделал что-нибудь нехорошее, но всё-таки не смертельное. Например, взял и кому-то из присутствующих в этом вагоне, нормальных людей, на лбу он нарисовал чёрную полосу. В переполохе они не чувствовали, кто там им что рисовал, кто не рисовал, они боялись дементоров. И в результате у нас получилась картинка. Несколько человек, среди которых... Человека тронусь. Несколько с чёрными отметками на лбу. Ну, что бы сделал в таком случае, там тот же Гарри Поттер, или там Хрон, или кто угодно. Ну, понятно, сразу купать его кури. Он говорит, вот у тебя чёрный вен, кредим ось. А мы изменим условия. Предположим, что они были мудрецы. Что значит мудрецы? Они слова лишнего никогда не скажут. Ну, всё. Сказочного три слова достаточно. Теперь условия и задачи. В поезд едут, ну, не знаю, для определённости, сто мудрецов. Вдруг поезд заходит в тёмный-притёмный тоннель. Останавливается. Дальше происходит там что-то такое, что-то такое, что-то такое. И в результате у нескольких из этих мудрецов на лбу оказываются нарисованные чёрные метки. Пока всё понятно? Да. Пока всё понятно. Замечательно. Дальше мудрецы сидят. В этом своём вагоне. Молчат. Поезд едут. Ну, как-то кажется, чёрные метки там на лбу не так страшно. И, в общем, это главное. Та чёрная метка, которая была в сказке, какая-то доктора. Вот. Едут, едут. И вдруг... От этого, кстати, идёт название задачи. Задача называется «Что сказал проводник?». Вдруг в вагон входит проводник и громко-пригромко, так что все-все-все слышат, объявляют. Уважаемые пассажиры, тут кое-кто испачкан. Будут скоро остановки. Все остановки будут очень короткие. Так что, если вы уже стоите у выхода, то успеете. А если нет, ну, значит, нет. И вы сможете выйти на остановки, помыться. Таких поездов, как наш, ходит много, билеты нашего поезда действительные. И на них вы ничего не потеряете. Просто те, кто грязные, пожалуйста, сходите, мойтесь. Выйдите и поедете на следующий поезд. Ситуация понятная? Да. Ситуация понятная. Мудрецы сидят, продолжают сидеть. Первая остановка. Вторая остановка. Вопрос. На какой по номеру остановки выйдут эти мудрецы? А если не выйдут, вообще никогда. Объясните, почему. Или если выйдут, то объясните, на каком номере. Да, пожалуйста. На самый последний, потому что... На самый последний. То есть, они просто доедут за пунктное значение, да? Там всю свою тысячу остановок, или сколько их там было, да? Доедут, там выйдут, ну и там, понятно, помыться. Это неверный ответ. Да. Они, скорее всего, не будут выходить, потому что они не знают, что у них нарисовано. Правильно. Они не знают, что у них нарисовано. То есть, каждый мудрец знает про всех остальных. Каждый мудрец великолепно видит всех остальных. Но проблема в том, что они именно мудрецы. И поэтому они не будут тыкать пальцами. Они не потратят свою силу на то, чтобы написать записку. Никакие плакаты поднимать не будут. Мудрецы, там, восьмой, пятнадцатый, шестнадцатый, грязные. Не будет таких плакатов. Да? Мудрецы не будут выходить на какое здоровье. Вот всем известно, что мы можем видеть друг друга. Вот я сейчас вижу вас, а вы видите меня. Но мы не можем увидеть, что у нас нам пока кто-нибудь другой не скажет. Мы не посмотрим в зеркало. Мудрецы, они очень мудрецы и вежливые. Они смотрят на друг друга и вот там не будет никаких плакатов. Не будут они поднимать плакатов, двадцатый, восемнадцатый мудрец. Я понял. Ваше мнение, что они никогда не будут? Просто мы должны знать каждый по-другому, что он будет с пачками на ушло. Для себя знать не нужно. Они будут знать про других карт, но они не будут говорить. Принципиальное отличие математики от умунитальных наук в том, что в математике какой-то факт не становится более доказанным от того, что вы несколько раз повторили свое утверждение. Вот многие думают, что если вы вышли и сказали, что я убежден, что этот предмет зеленый. Уверяю вас, он зеленый, зеленый, он, он зеленый, он зеленый, он зеленый. Многие считают, что это убедительно. Что вы потратили силы на убеждение. Вот, понимаете, прелесть математики состоит в том, что от этого лучше не становится. Представляете, что он зеленый. Если повторите это пять раз или десять или двадцать раз, от этого утверждение не изменится и не станет более доказанным. Итак, мы услышали объяснение вполне здравое, что поскольку человек не видит себя, то, конечно, никто никуда не пойдет. Отлично. Еще. Может, они выйдут на той остановке, которая нужна? Каждый выйдет на той остановке, которая нужна. Это совпадает с тем, что уже звучало, что они просто доедут до конца. Ребята, это все абсолютно не так. Я могу объяснить, почему это неправда в следующем способом. Давайте рассмотрим сначала случай, когда в вагоне один грязный мудрец. Это совсем простая ситуация, но между тем она объясняет, почему вы не правы, что ни в коем случае никто никогда в это не пойдет. Если едет один грязный мудрец, что тогда? Что с его точки зрения происходит? Ему кажется, что остальные мудрецы не кажется, а он это прекрасно видит. Он видит что-то, он видит, и ему странно думается, не знаю, как спланировать эти словами. Странно думается, это хорошо сказано. Нет, ребята, ему не странно думается, а он видит, что все остальные чистые, и он знает, что в вагоне есть грязный. Какой очевидный вывод из этого следует? Что он сам грязный. Что он сам грязный. И поэтому в ситуации, когда в вагоне один грязный мудрец, заметьте, пожалуйста, не имеет значения, сколько там мудрецов. Хоть миллион. Но если один из них грязный, то на первой же остановке что произойдет? Он выйдет. Он выйдет. Отлично. А вот теперь давайте рассмотрим случай, когда двое. Это уже очень интересно. Представьте себе, что эти двое, Александра и Ульяна, имеют здоровенные черные пятна на луке. Представили? И сейчас происходит на старшем. Они едут. К ним входит проводник. Это я. Уважаемые пассажиры, говорит проводник всем и чистым грязным. Здесь кое-кто испачкался. Будут остановки на первой остановке. Скажите, пожалуйста, пойдет Ульяна или не пойдет? Пойдет. Почему не пойдет? Правильно. Она видит, что есть в вагоне грязный человек. А если есть, то, скорее всего, именно про этого человека и говорил проводник. Понимаете идея? Значит, приспокойненько. Сидим. И первая остановка хороша тем, что никто не выходит. Повторяю. Первая остановка. Никто не выходит. А вот дальше очень интересно. И вот здесь может быть грязный яд. Нет, секунду. Может быть. Это всегда про себя немножко думаешь, да? Любой человек периодически задумывается. А может быть я тут в лужу вляпался. Но чаще всего обнаруживает, что с частью нет. Нет, нет, нет. Вопрос не в том, что а может быть. Простудение другое. Итак, первая остановка. Никто не вышел. Ульяна не вышла. А что значит, что Ульяна не вышла? Значит, она думает, что она не грязная. Она видела какого-то грязного человека. Понимаете или нет? Да. Если бы она не видела ни одного грязного, то она бы вышла на первой остановке. А то, что она не вышла, значит, что она видела. Но, ребята, все вы, которые сидят здесь в зале, считаете, что чистые, значит, она могла видеть только кого? Нет. Только Сашу. Только Сашу. Понятно? Вот. А это понимает Саша. И что делает? Бежит мыться. И точно так же думает Ульяна. Почему не вышла вон та, которая единственная грязная? А, потому что она не единственная. Потому что на самом-то деле я грязная тоже. Понятная идея? Да. Так, отлично. Извините. Вы объявляетесь первым. Нет. Извините, вы уже вышли. Судьба. Представьтесь. Все напомнили? Да. Итак, с этого момента у нас трое. Может ли кто-то из вас про их рассказать, на какой остановке выйдет, а может не на какой остановке, в случае, когда в поезде все чистые, а только вы, трое грязные? На первой остановке не выйдет никто. На первой остановке не выйдет никто. Это все понимают? Да. На первой остановке не выйдет никто, потому что любой человек видит хотя бы одного грязного. Согласны? Да. Отлично. Дальше. Не выйдет опять. Вот это интересный вопрос. А почему на второй остановке никто не выйдет? Каждый видит два или три грязных человека. Дву грязных людей. Да. Я говорю, ой, это точно не я. И вы понимаете, что на самом деле не было причины у одной из этих девочек выходить. Вот давайте еще встаем за то, что по зрению Григория. Вот он где-то сначала в поиске услышал грязных людей. Он соображает, ну как, есть грязность, все нормально. Дальше. Да. А понятно, почему не вышло в ульянсу. Потому что она видела вон, ну, Сашу. Отлично. И после первой остановки у него есть разумное объяснение ситуации. Согласны? Да. И он понимает, что ничего плохого не произошло. Нормально. В поезде ходят вот эти две девочки с черными точками. Все замечательно. Вот. На первой остановке они не вышли. Ну как? Потому что каждая из них видела. Вот. А вот вторая остановка эта удивительная. Когда они доехали до второй остановки, как ни странно, у него есть повод забываться. Давайте представьте себе, что вы доехали на второй остановке. Никто не вышел. Как вы считаете, это повод вам понять что-то или не повод? Не повод. Не повод. То есть и на третьей вы не выйдете, и на четвертой фантастика. Да. То есть они собираются ехать крестулями до конца. Я думаю, что одному из мудрецов есть что сказать, но он не будет этого говорить. Потому что вы закладку заплатили. Замечательно. Садитесь. Ребят, дело в том, что мудрецы, они потому и мудрецы, что они считаются одинаково умными. Поэтому здесь не может быть такого, что этот мудрец поумнее, поэтому ему есть что сказать, а вот этот поумнее ему сказать нечего. В этой задаче они все трое одинаково умные, и они поэтому либо все одновременно догадаются, либо же они наоборот не догадаются. Ваша версия? Я думаю, что на второй остановке один выйдет, а потом другие собрания тоже выйдут. Я уже только что объяснил, что такого бывает. Не может один выйти. Они все трое находятся в одинаковой ситуации. Поэтому либо они все трое встанут и выйдут, либо наоборот. Итак, а почему вы думаете, что кто-то выйдет? Ну, потому что он отдельно думает, почему этот вариант не вышел, и потом вдруг я... Тём, садитесь. Следующий. Я думаю, сработает эффект зеркала, как его говорят. То есть, о все трое я подумаю. А почему эти трое? Может я тоже грязный? И оба, и все трое встанут и выйдут. Ну, а почему они так не подумали на второй остановке? На первой? На второй остановке они так не подумали, Ну, что их правильно не... Они подумали, что если они грязные, то им скажут это. Но когда это им не сказали, они поняли, что лучше самому подумать. И подумали, и сработал эффект зеркала. Да. У меня есть ответ, сразу на две задачи. Да. И на суд на первую, и в случае с тремя мудреца. Да. В случае с тремя мудреца идут на третьей остановке, потому что на второй остановке они подумали. Ну, смотри, а панель видит либо одного, либо двух. Знаешь, что она не выходит, потому что она не может на 100% быть уверенна, что она грязная. А на третьей остановке он поймет, мудрец поймет, что если эти двое не вышли на второй остановке, то они не единственные грязные. Ребята, у нас задача окружена в математике. Поэтому все эти, а он поймет, а он не поймет. На первой остановке никто не выйдет. Да. Потому что они входят на первую и вторую по этой причине. Да. Потому что никто не уверен. Ну, а на третьей остановке люди подумают. Мудрецы подумают, что стоп, если бы было два человека, то все эти, которые грязные, подумали бы, как в случае, что два грязные. Но если они не пишут на второй, значит, три грязные и более. А если я не вижу... Я понимаю, я действительно вас не буду прошивать. Я нуждаюсь в внятном тексте. Нет, если вы не можете объяснить, значит, вы не понимаете. Ребята, вот все эти слова, что он знает, но не может объяснить, упираются в одну вещь. Такого не бывает. Либо человек произносит какие-то внятные аргументы, либо он не понимает, о чем речь. Вот вы еще не решили задачу. Это надо уметь понимать. И надо уметь останавливаться. И идти думать. Не пытаться любить с мной. То есть, додавить, что... А я сейчас еще по-другому скажу. Надо сначала решить задачу, потом остаться решением. Садись. Ну, ничего. Я не умею рассказывать. Григорий скажет. Да, Григорий. Григорий на третьей остановке поймет то, что... Ребята, кстати, откуда все у нас вот это... Григорий на третьей остановке поймет, речевая ошибка. Я докажу то, что... Очень-очень в многих. Я вам объясню то, что... Давайте все-таки стараться своих поручить. Да. Григорий на третьей остановке увидит то, что если... Что если бы у лицов было двое, писащего и я, то на второй остановке они бы уже увидели, что второй не выходит, а остальных нет пять. Соответственно, в вагоне есть еще один грязный человек с пятном на лбу. Он не видит больше никого в вагоне, кроме Саши и Ульяны, с пятном на лбу и считает, что это он. Это вообще-то. Вообще-то мысль разумная из начала. Причевые ошибки очень быстро меняются со временем. Было несколько лет, когда все подряд говорили типа... Вы, наверное, уже эту ошибку не помните. Я типа попью. Я типа сделаю домашнее задание. Вот. Это такая забавная была конструкция. Совершенно не случайно, и прочее. Совершенно не случайно. Потому что людям хотелось сделать свою речь необязательной. Вот не я веду урок, а я типа веду урок. Вот не я сейчас там, не знаю, заплачу за проезд в метро, а я типа заплачу. Да? Вы понимаете? Типа полицейский преследует типу преступника. Что это такое? Грабитель бежит за человеком на улице, да? Типа полицейский бежит за типом преступника. Вот. Просто грабить, хотя грабить. Это страшненькое слово типа. Господа, привязчивые слова. Конечно, вот это «то что» гораздо менее неприятно. Но, тем не менее, в русском языке не говорят «я увижу то что». Во-первых, чаще в русском языке лучше сказать «я увижу», я не знаю, «восход солнца». А не «я увижу что» солнце всходит. Вообще, оборот «что», он очень часто избыточен и служит только для того, чтобы дать говорящему время, ну, чтобы просто удлинить речь. Если вы хотите употреблять «что», все-таки то «что» — это, так сказать, очевидная речевая ошибка. Так. Ну, можно и с речью. По сути, мысль произнесена разумно. Я не знаю, насколько вы ее услышали. Он рассуждал так. Григорий может подумать про себя, что он чистый. Представили, да? Тогда в вагоне будет всего двое. Понимаете вы? А если двое грязных, то эту задачу мы уже решали. А что значит, что мы ее решали? Значит, они выйдут когда? На второй остановке. Но поскольку они не вышли на второй остановке. Поскольку они не вышли на второй остановке, то наше предположение неверно. И значит, Григорий соображает, что он, соответственно, на самом деле не вяжет. Так, ну хорошо. Вы фактически решили задачу. Садитесь. Я думаю, что Григорий выйдет никогда. Григорий не выйдет никогда, да? Почему? Он выйдет, когда, наверное, самый последний остановок. Ну да-да, выйдет на конечный остановке. А почему? Я думаю, что он не знает то, что именно трое человек грязных. Господа, пожалуйста. Кто-нибудь из вас знает, откуда и когда появилось это то что? Точно, что это недавно? Что-что? Они живут в основном. Возможно, конечно, что рукравы. Но все-таки в качестве главного аргумента это не работает. Потому что учили раньше английского. Не знаю, заказка. И кроме того, английский в нашей стране учит уже очень много лет. А почему-то началось именно сейчас. Вот это то, что я буквально несколько месяцев назад стал активно слышать. И с той поры почему-то все подряд. То что, то что, то что. Так, ну хорошо, все. Еще мысли есть? Следующий. На первой остановке заметят то, что никто не выйдет. На первой остановке никто не выйдет. Да. На второй остановке он заметит... Кто он? Любой из них стоит. Да. Заметит то, что двое не вышли, хотя они должны были выйти. А на третьей остановке он заметит, что они... На третьей остановке они все выйдут. Потому что на второй остановке они должны были выйти. Да. Спасибо. Ваша версия? Если вдруг погоним столь человека и только три блюда измазанных, то каждый из трех будет думать, что два не грязные, а он чистый. И он выйдет на третьей остановке, потому что на второй не выйдет никто. Но потом они только все поймут, что они грязные. Ужас. На первой остановке, Аня, познав протеста, все выйдут на второй. Я eux-то не amplitude умps... В... Да. Все цели... Что, Александра? Экспертация первого term____. Нам мы стол象 все... Кроме себя. Один человек, потому что она знает, Hong Kong. 쉬ла. Она знает, что остальные два человека должны выйти и умыть. И остальные два человека думают так, и все сложно. Встреки про Ульяна и Александр... Выгурина. На первой остановке никто не выходит, значит, на второй остановке кто-то из мудрецов догадывается, что если никто не вышел, он говорит еще про второго мудреца, он видит, что на другой взгляд и Александр в середине. Все идет у нас пока в том же условии, настоящая задача будет чуть позже, здесь было фактически получено решение, я еще четко раз повторю решение, более того, даже я сейчас его расскажу для трех, а для четырех. Представим себе, что в вагоне у нас сначала один мудрец, тогда он обязан пойти на первой остановке, потому что он видит только числа. Если один мудрец, то он обязан пойти на первой остановке. Если двое мудрецов, как мы это разбирали, там Саша и Ульяна, вот они двое стоят, то в таком случае, каждый из них соображает, если я чистая, то она должна выйти на первой же остановке. Ждет первую остановку, и из-за того, что та не вышла, понимает, а на самом деле я грязный, и выходит по второму. Таким образом мы с вами четко зафиксируем, когда в вагоне двое, грязные, а остальные чистые, то если они мудрецы, то они обязательно выйдут в точности на второй остановке оба. А теперь трое. Если трое, то кто-нибудь, ну, например, Александра, сооружает, пусть я чистая, тогда эти двое, Ульяна и Григория, грязные, а в таком случае я знаю, что они на второй остановке пойдут выться. Жду вторую остановку. Дождалась. Увидела, что они не выходят. Понятно? Значит, в моем положении неверно, и значит, мне на третьей остановке что? Идти мыться. Заметьте, пожалуйста, так думает не только она, так думает каждый из трех мудрецов. И таким образом все трое на третьей остановке пойдут. Отлично. А теперь обещанный четвертый мудрец. Кто готов играть его роль? Давай. Да, да, давай. Отлично. Олеся четвертая. Представьте себе, что их четверо язвы в вагоне. Тогда Олеся соображает. Есть два случая. Я чистая, я грязная. Если я чистая, то в этом вагоне сколько грязных? Трое. И на какой остановке, мы уже знаем, они пойдут? На третьей. Значит, спокойненько жду третью остановку. И если они на ней выходят, то все замечательно. Я чистая. Жду. И вдруг на третьей остановке они идут. А почему? А потому что они такие же мудрецы, как она. Они такие же умные. И, соответственно, получается, что они все ждали третьей остановки. В надежде, что трое уйдут и выяснится, что они чистые. А они не дождались. И поэтому на четвертой остановке что они? Все. Все. Отлично. Так, то если мудрецов грязных будет Н, то выйдут все на Н-ней остановке. Понятно? Понятно. Отлично. Ребята, вот это все только подготовка к настоящей задачи. Настоящая задача сейчас будет сформулирована. И называется она «Что сказал проводить».